Ну что, друзья, нас ожидает очень интересный бой на японском крейсере седьмого уровня в Магами. Этот крейсер в игре очень-очень давно, а точнее с самого начала игры. И порой приходится выкатывать таких, так скажем, старичков нашей игры. И этот бой оказался очень хорош, особенно когда события разворачивались в конце боя. Все увидите, поэтому обязательно посмотрите, такое бывает очень редко. Но это случилось. Магами это фугасный крейсер, который обладает калибром 203 мм и очень хорошим шансом поджога. Если, например, у вас еще есть Азурка Атага, то японские крейсера становятся очень-очень плохими и надоедливыми соперниками против вражеских линкоров. Вешают пожары почти каждый раз. Плюс калибр этих орудий позволяет наносить очень-очень много урона. Ну и, конечно же, сами японские крейсера довольно-таки интересные в плане того, что они обладают хорошим залпом торпед. И можно перекрыть пути подхода разных типов кораблей. Как видите, в этом бою я ушел на правый фланг и здесь в основном произошла вся заруба. То есть можете посмотреть по карте. Все корабли шли на мою точку. Здесь у нас Атланта потерялась. Попала с семерками, но жизнь ее не продолжилась долго. В принципе, Атланта с семерками играется очень тяжело. Итак, одна из преимуществ Магами. Как видите, торпеды идут далеко. Торпеды наносят хороший урон. И вот таким вот способом можно перекрывать пути для прохождения кораблей. Венгард у нас, конечно, очень хорошая дойная корова, так скажем. С него можно много высосать урона. Но Венгард классный тем, что, например, его очень тяжело сжечь. Как большинство других линкоров. Благодаря тому, что Венгард обладает очень хорошей ремонтной командой, которая восстанавливает очень много хорошо очков боеспособности. То есть Венгард это не тот корабль, который можно сжечь угасниками. Меня понемножечку тут поджимают. Сейчас будет выходить на меня гнезинау. А вы знаете, какой борт у японских крейсеров. И как может попасть гнезинау. Но тут мне удалось избежать попадания. И я продолжаю потихонечку выжигать дядю Гену. Я уже заметил, что гнезинау выходит на дистанцию поражения моих торпед. Вот Реккенрак отлетел. И выкидываю по нему, потому что понимаю, что он идет на меня. Кстати, фишка еще японских крейсеров в том, что можно играть на отходе. Если на вас прет линкор, у вас торпеды расположены в кормовой части корабля. И тем самым линкор, который идет на вас, многие не особо догадываются, что вы могли дать ему торпед. То есть он идет на вас, вы маневрируете, отстреливаетесь фугасами и соответственно на ход кидаете ему торпед. И порой там одну-две торпеды данный линкор ловит, потому что по 8 торпед с каждого борта. То есть общее количество 16. То есть попасть не так уж сложно. Главное правильно предугадать ход линкора. Как видите, ситуация для меня здесь складывается критическая. На моем фланге большинство вражеских кораблей. Я уже уперся в белую линию. Оттуда постучал молочник. И мне пришлось разворачиваться. Огонь велся по мне просто критически. И блин, чуть-чуть, чуть-чуть. Если бы Гнезинау попало в борт Магами, то я отлетел. Но как видите, мне везло. Я откидываю два веера торпед теперь с правого борта. В надежде на то, что Гнезинау снова их проглотит. Но скоро начнется самый интересный момент боя. Поэтому предлагаю вам досмотреть. Видите, слева выходит бисмарк. Единственное перекрытие это у меня вот эта скала. Я за этим укрытием прячусь от всех кораблей. Деваться мне больше некуда. Я зажат. Поэтому я огрызаюсь как могу. Бисмарк благополучно присаживается на мои торпедки. Тот самый непотопляемый Венгард до сих пор живой. Но здесь я занял хорошую позицию. Венгард стоял за этим укрытием. Думал, что ему ничего не угрожает. Но совсем забыл про меня. И я ему спокойненько наношу урон и вешаю пожары. Но тут, друзья, у меня вырисовывается проблема. Ко мне вдвоем подходят Айова и Принц Ойген. Плюс еще Кливленд там маячит. И я уже, честно говоря, не знал, как я буду разруливать эту ситуацию. Потому что, что Йова по мне шмальнет, я отлечу. Ну или тот же самый Принц Ойген. Вообще, Магами может разобрать без шансов. Просто аккуратно носиком идти. И веер торпед у него намного лучше. Он может запустить с носовой части. И, как видите, они начали меня раздергивать на две части. Обходить. Ну и я принял решение, что, в принципе, терять нечего. Кинул Айове один веер торпед так. Потом подождал специально. Потому что я знал, что она будет подворачивать. Большинство умных кораблей так делают. Но, когда на меня вышел Принц Ойген, я думаю, ну значит с этой стороны мне точно капут. Но Принц Ойген допустил просто фатальнейшую ошибку. Он слишком поверил в себя и выпустил торпеды. Очень рано. И, соответственно, каким-то образом, не предугадав момент или забыв, что у меня вообще есть торпеды, просто так же сел на торпеды. Вот, в принципе, на этом можно и заканчивать бой. Я думаю, конец вам очень понравился. И кто-то, посмотря этот бой, захочет купить себе Магами. Всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует.